всем привет меня зовут наталья вы находитесь на моем канале все в жизни связано и на сегодняшний видео урок будет посвящен вязанию бактуса в комплект вот этой шапке которая была связана предыдущем уроке значит предыдущих моих уроках я показывала несколько вариантов вязания бактуса чем они отличаются только краями так способ вязания один и тот же у них немножко разные края и сегодня третий вариант вязания бактуса в этот раз будет вот такой вот красивый ровный фактурный который нигде не заворачивается не закручивается и который очень красиво подчеркивает и очень красиво оттеняет наш бактус вот с этой стороны которая идет к шее тоже вот идет вот такой красивый край весь он идет одинаково с одной и с другой стороны вот по размеру этот бактус ничем не отличается от остальных которые я вязала значит размах его крыльев 180 сантиметров а уголочек вот который идет у нас посредине 60 сантиметров вязать это этот бактус я буду из пряжи ангора 70 ее метраж 800 метров 100 граммах пошло у меня на него 110 грамм ровно и вязала я в две нити в две нити вяжется очень быстро очень легко и он не получается толстым видите он получается нежный и мягкий так как нить тонкая и мы не добавляем в ангоре дополнительную спандекс нить потому что у него в составе 70 процентов пуха ангоры а 30 процентов нейлона это уже само по себе стабильная нить идет не нужно добавлять спандекс поэтому бактус получается легче и тоньше чем если вязать в две нити из пуха норки и так нам понадобится для вязания бактуса 110 грамм ангоры 70 спицы номер пять и пожалуй все начинаем вязать и всем приятного вязания и ровных петелек итак приступаем к вязанию бактусом с красивым краем который не будет закручиваться и который будет очень красиво подчеркивать саму косынку значит вязать нам понадобится для вязания пряжа и спицы номер пять вязать я буду из пряжи ангора 70 состав которой входит 70 процентов пуха ангорского кролика и 30 процентов нейлона для вязания из этой пряжи не потребуется дополнительная нить так как 30 процентов нейлона которые входят в состав этой нити прекрасно стабилизируют полотно и оно будет хорошо себя вести не косить не вытягиваться в общем будет прекрасно выглядеть вязать я состав вернее метраж пряжи 800 метров в 100 граммах вязать я буду в две нити на спицах номер пять приступаем к вязанию для начала обычным классическим способом мы набираем две петли теперь нам нужно при помощи такой тех при помощи шнура и корт набрать еще вырезать и точнее еще дополнительные петли для того чтобы на спицы у нас было всего 7 петель что мы делаем сначала мы за переднюю стенку провязываем лицевую петлю и не сбрасывая предыдущую петлю за заднюю стенку вывязываем вторую сбросили и вторую петлю мы провязываем лицевой теперь мы переснимаем на левую спицу две петли и и точно также из одной петли вывязываем 2 за переднюю стенку и за заднюю стенку последнюю петлю провязываем лицевой снова переснимаем 2 петли провязываем провязываем довязываем из одной две за переднюю и за заднюю последнюю петлю лицевой так 5 петель снова 2 переснимаем поднимаем и передняя и за заднюю с передней и за заднюю поднимаем и с И еще раз. За переднюю. И за заднюю. И последняя петля, лицевая. Подтягиваем все ниточки. 2, 4, 6, 7 петель. Итак, мы набрали необходимое количество петель. И будем вязать первый ряд. Итак, в первом ряду первую петлю мы снимаем. Вторую провязываем лицевой. Затем вяжем изнаночные петли. Предпоследнюю петлю мы снимаем нить перед работой. Одна лицевая последняя петля. Третий лицевой ряд. Первую петлю снимаем. Следующую петлю мы в предыдущем ряде снимали как изнаночную. Мы провязываем ее лицевой петлей. Далее мы начинаем формировать края бактуса. Значит, первую петлю мы снимаем. Дальше провязываем 2 петли лицевой. Теперь нам нужно переснять снятую первую петлю вперед и провязать ее лицевой петлей. Вот таким образом. Теперь нам нужно сделать прибавку. Из вот этой протяжки мы вывязываем лицевую петлю. Предпоследнюю петлю мы снимаем нить перед работой. И последнюю петлю провязываем лицевой. Изнаночный ряд. Первую петлю мы снимаем. Вторую петлю провязываем лицевой. Остальные петли вяжем изнаночными до предпоследней петли. Предпоследнюю петлю мы снимаем нить перед работой. И последнюю петлю провязываем лицевой. Пятый ряд. Первую петлю снимаем. Вторую петлю провязываем лицевой. Дальше петлю просто переснимаем на спицу. Провязываем 2 петли лицевой. Теперь нужно перебросить снятую петлю. Сюда первой. Провязать вот таким образом. Дальше. Следующая петля лицевая. И делаем прибавку. Из протяжки. Вяжем лицевую петлю. Последнюю петлю снимаем нить перед работой. И кромочную провязываем лицевой петлей. Изнаночный ряд. Первую снимаем. Вторую вяжем лицевой. Далее. Остальные петли вяжем изнаночными. Предпоследнюю петлю снимаем нить перед работой. И последняя. Лицевая петля. Седьмой ряд. Начинаем с седьмого ряда. Мы будем начинать формировать второй край бактуса. Тот, который расширяется. Значит, как мы это делаем. Первую петлю снимаем. Вторая петля. Лицевая. Дальше. Снимаем одну петлю. Две петли лицевые. Переснимаем. Снятую петлю. Провязываем ее лицевой. Теперь у нас этот край. Сформировалось уже 4 петли. И мы можем начинать формировать наш край. Значит, что мы делаем. Снимаем петлю так же, как и предыдущий раз. Провязываем одну петлю. Вторую петлю мы прибавляем. Из протяжки. Тоже провязали лицевой. И теперь переснимаем снятую петлю. И провязываем ее лицевой. Вот у нас уже начинает формироваться и с этого края. Крайшек и с этого края. Предпоследнюю петлю, как обычно, снимаем нить впереди перед работой. И лицевая петля, кромочная. Изнаночный ряд вяжется так, как и все предыдущие изнаночные ряды. Первую петлю снимаем. Вторую провязываем лицевой. Затем вяжем все изнаночные петли до двух последних петель в ряду. Предпоследнюю петлю снимаем нить перед работой. И последнюю петлю провязываем лицевой. И в этом ряду у нас уже начнет формироваться серединка, которая будет состоять из лицевой глади. Итак, первую петлю снимаем. Вторую петлю провязываем лицевой. Дальше снимаем, переснимаем одну петлю. Две лицевые. И перебрасываем снятую петлю на левую спицу и провязываем ее лицевой. Вот эти пять петель будут вязаться все время одинаково. Дальше у нас уже сформировалась первая петля лицевой глади. Мы провязываем ее лицевой. И вот эти четыре петли будут точно так же вязаться одинаково. Эти пять петель идут на кромку. И здесь четыре петли. И плюс добавлять мы будем одну. И эти, можно считать, что пять петель идут на кромку. А между ними будет расти и расширяться лицевая гладь. Итак, мы первую петлю снимаем. Одну провязываем. Вторую добавляем из протяжки и тоже провязываем. Теперь переснимаем снятую петлю на левую спицу и провязываем ее лицевой. В предпоследнюю петлю снимаем нить перед работой. И последняя петля лицевая. Изнаночный ряд провязываем так, как все изнаночные ряды. Первую петлю снимаем. Вторая петля лицевая. Далее все петли изнаночные. До двух последних петель. Предпоследнюю петлю снимаем нить перед работой. Последняя петля провязывается лицевой петлей. Все. Дальше бактус вяжется точно так же, как я вам показала. Первые пять петель провязывается. Дальше будет идти лицевая гладь. И когда будут оставаться последние четыре петли, мы будем точно так же формировать край, добавляя еще одну пятую петлю. И таким образом вяжем до той ширины бактуса, которая вам необходима. Я обычно вяжу 55-60 см. Встречаемся на середине, когда нужно будет делать убавление. Вот я довязала бактус до середины. И теперь подошла к тому моменту, когда необходимо будет делать убавки. Я покажу вам, какой получается край. Вот с одной стороны получается вот такой вот красивый край. И вот с другой стороны. Вот такой вот. Так, теперь, значит, я дошла до середины. У меня получилась ширина 60 см. А у меня на мою плотность вышло 110 петель. Так, значит, когда вы дошли до того момента, когда следует уже делать убавки, провязываем первый ряд точно так же, как мы и провязывали до этого. И до того момента, когда на спице останется 5 петель. И делаем следующим образом. Нам нужно перекрестить петли. Одну петлю снимаем. Две петли тоже. И меняем их местами на спицы. Вот одну петлю и две петли. И вот эти две петли, которые мы поменяли, мы их провязываем вместе лицевой. Дальше провязываем одну петлю. И дальше, как по рисунку, предпоследняя снимается нить перед работой. И последняя провязывается лицевой. Все. Изнаночные ряды вяжутся точно так же. Вяжем практически до конца бактуса. Далее я вам покажу, как закрывать петли оставшиеся. Вот я довязала до того момента, когда у меня на спицах осталось 9 петель. И дальше заканчиваем наш бактус. Значит, первые петли провязываются, как обычно, мы всегда вяжем. Снимаем первую петлю, вторую лицевую. Далее перекрещиваем. Дальше мы две петли провязываем лицевой петлей. Вместе за заднюю стенку. И следующую петлю мы снимаем нить перед работой. И кромочная лицевая. Изнаночный ряд, как обычно. Первая снимается. Вторая лицевая. Далее изнаночная. Предпоследняя снимается. И последняя лицевая. Следующий ряд. Первые пять петель провязываем так же, как обычно. Дальше две петли провязываем вместе за заднюю стенку. И последняя лицевая. Изнаночный, как обычно, ряд. Изнаночные петли. Теперь последняя снимается. Снова первые пять петель, как всегда, вяжем. И две петли последняя, лицевой, за заднюю стенку. И когда у нас на спицах осталось шесть петель, в изнаночном ряду, мы закрываем все петли. Для этого мы две петли вместе провязываем изнаночной. Возвращаем петлю на спицу. Следующие две петли провязываем изнаночной. Возвращаем петлю на спицу. Снова две петли вместе. Возвращаем. Две петли вместе. Возвращаем. И две петли вместе. Далее обрезаем нить. Затягиваем. Все, вот такой вот у нас получился плавно законченный край бактуса. Вот мы его и связали. Бактус готов. Осталось провести ВТО, распушиться вся пряжа, прячем, прячем кончики ниточек и шикарный бактус готов. Кому этот видео урок оказался полезным, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие интересные видео с не менее интересными и красивыми изделиями. А сегодня всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok